На связи со мной политик Константин Боровой из Лос-Анджелеса. Константин, слышите студию? Да, очень хорошо. Ну вот, как вы восприняли обращение Назарбаева? Вы верите его словам, что нет конфликта в элитах? Нет, ну так не бывает, что нет конфликта. Конфликт всегда есть. Но удалось его подавить, преодолеть. И, безусловно, Назарбаев хочет уйти. Ну, это довольно искренне было сказано и похоже на правду, что он себя считает пенсионером, и пенсионером и хотел бы, вот как Ельцин, кстати, очень похоже. То есть вы считаете, он сам хочет уйти, не его хотят уйти? Понимаете, ну он же ведь заявление об этом сделал несколько раз и давно, и запустил этот процесс передачи власти и назначил Такаева своим преемником. И мы можем сколько угодно, так сказать, спекулировать на эту тему, но слова произнесены самим Назарбаевым, Елбасы. Это похоже на то, что сделал Ельцин. Назарбаев просто повторяет, причем с экторами, с участниками теми же самыми. Путин участвует в этой истории, и похоже, что Назарбаев доверяет в некотором смысле Путину, что тот может обеспечить гарантию спокойного ухода на пенсию. Вот скажите, я правильно ли вас понимаю, что вы не связываете эти два события, уход Назарбаева или исчезновение даже, я бы сказал, и те протесты, которые были? Вы знаете, сейчас много обсуждается этот вопрос, были ли эти протесты спровоцированы самой властью, или они были спонтанными, а власть их использовала. Но это же не важно, но абсолютно не важно. Важно, что протесты создали условия, ускоряющие процесс передачи власти, конкретизацию. Там, зятья Назарбаева, по первой версии, принимали участие в протестах или провоцировали протесты. По второй версии, когда они вернулись к исполнению своим обязанностям, обязанностей вроде и не имели к этому отношения. Это не важно. Важно, что Назарбаеву нужно было освободиться от пут власти абсолютно так же, как Борису Николаевичу Ельцину, и гарантировать спокойный переход власти без эксцессов, который мы видели там с Муаммаром Каддафи. Это очень плохой способ передачи власти, согласитесь. Согласен. Но ваша точка зрения мне вообще кажется очень интересной. Вы говорите, что он хотел освободиться, Назарбаев, от власти. Но вот это освобождение не опасно теперь для его жизни. Уже мы видим, как его родственники и друзья лишаются постов в госкомпаниях и департаментах. Ну, это тем не менее мирная передача власти. Это тем не менее не судебные процессы, не высылка Назарбаева в Гаагу, не преследование его за предыдущие преступления. А вот если мы поговорим с вами по поводу президента Такаева, теперь он в своих руках сосредоточит всю власть и сделает все так же, как и первый президент, как вы считаете? Мне показалось, что Назарбаев предоставил Такаеву возможность получить власть и управлять ситуацией так же, как делал это он. Но очевидно, что Такаева не очень принимали элиты, казахские, кланы. Именно для этого понадобился Путин, для стабилизации ситуации. Такаев будет пытаться получить всю полноту власти. Теперь с помощью Путина ослабленный, конечно, Такаев, Такаев, который претендует уже не на всю власть, так сказать, не на полную власть, а на власть, ограниченную Путиным, оккупационными войсками. Но даже это, в общем, вполне устраивает Назарбаева. Потому что произошел переход власти. Возможно, произошла эвакуация самого Назарбаева и членов семьи. Ну, части членов семьи. Часть членов семьи пытаются пристроиться к новой власти. У нас же ведь то же самое было. Часть семьи пыталась при Путине остаться у власти. И премьер-министр остался. И, значит, и дочери тоже первое время пытались как-то сохранить свое влияние. Но со временем Путин всю полноту власти забрал. И, в общем, сам Борис Николаевич пытался как-то влиять на ситуацию первое время. Что-то ему не нравилось. Что по поводу чего-то он высказывался. Но главное условие Путин выполнил. Главное условие передачи власти. Никаких судебных процессов, никаких преследований. Ну, а отстранение от власти участников этого процесса. Старого окружения Ельцина. Называйте это Назарбаева или нового окружения Путина. Или нового окружения Путина. Это такой живой процесс. Ну вот, Константин, если мы с вами проводим такую аналогию между Ельциным и Путиным. И Назарбаевым и Такаевым. То вы сказали о том, что есть договоренность. Возможно, чтобы не было каких-то судебных процессов. А какие гарантии может получить Назарбаев от Такаева в данном случае? Что не будет никаких судебных процессов и ничего подобного? Понимаете, Назарбаев в данном случае воспользовался двухэтапной, двухстепенной гарантией. С одной стороны Такаев, а с другой стороны Путин. Путин, который сейчас контролирует Такаева и заинтересован в сохранении влияния России в Казахстане. И, естественно, может выступать неким гарантом соблюдения договоренностей. Мирная передача власти, непреследование Назарбаева – это только часть договоренностей. Так же, как с Ельциным. Это же часть договоренностей, непреследование семьи. Основная договоренность составила в том, что происходит передача власти. И происходит полная передача власти. То есть, Путин после Ельцина мог делать все, что ему требуется, все, что ему необходимо. То же самое, отличие существенное состоит в том, что Такаев не справился с элитами. Не справился только на первом этапе. Это были спонтанные процессы или спонтанно спровоцированные процессы. На втором этапе, очевидно, выступали кланы. И кланы требовали... Кланы вступили в борьбу за власть. Вот. И Такаев не справился с этой ситуацией. Ну, вот теперь под руководством, под управлением Путина, или при участии Путина, он будет пытаться восстановить свою власть. Какие-то заявления уже делаются на будущее. Такаев говорит о том, что войска будут выводиться со временем. Во что я не очень верю. По многим причинам. Во-первых, потому что он недостаточно силен Такаеву, чтобы сохранить власть в этом случае. И, во-вторых, я знаю привычки Путина. Он не собирается выводить войска ни из Приднестровья, ни из Абхазии, ни из Южной Осетии, ни из Украины. Вот. И, конечно, маловероятно, что он будет выводить войска из Казахстана. Интересное ваше мнение. Спасибо, Константин, за комментарий. Константин Боровой, политик из Лос-Анджелеса, был с нами на связи.